Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Вадим, мне 29 лет. Когда я родился, моей маме сказали, что у вас проблемы с сердцем у ребенка. И меня забрали у нее на некоторое время, потом ей сообщили о том, что у меня порог сердца и что это серьезно. Этот диагноз преследовал меня долгое время. В детском возрасте я был активным мальчиком, но этот диагноз он постоянно мне напоминал о том, что я все-таки неполноценный. Потому что каждый раз, когда какие-то напряжения в моем организме были, когда давление повышалось, я бегал, прыгал, ну, как обычный ребенок что-то делал. У меня шла кровь с носа, и мне становилось очень плохо. В садике несколько раз я просто падал в обморок, и меня моя воспитательница в чувства приводила. И, ну, честно, это очень, ну, дискомфорт очень большой приносил мне в жизнь. Это очень тяжело сидеть постоянно на скамейке запасных. Тяжело чувствовать себя слабым. Я знаю, что для моей мамы также это была проблема. И она очень переживала, потому что я ее первенец, и вот с первенцем, получается, проблемы. У нее очень тяжелая беременность была, и она родила ребенка вот с патологией, можно сказать. И мне очень тяжело было общаться, мне очень тяжело было быть в компании с моими одногодками, потому что они могли себе позволить многие вещи, я не мог себе этого позволить. Меня в семье моей воспитывали как мужчину, как наследника, и постоянно я чувствовал себя неполноценным из-за того, что вот в моей жизни был этот диагноз. Мое физическое состояние говорило мне, что я слабый и неполноценный ребенок. И в 95-м году моя мама вместе со мной первый раз пришла в церковь «Новое поколение» города Першитраинска. И она произнесла молитву покаяния, и я начал посещать воскресную школу церкви «Новое поколение». И в одно из посещений воскресной школы, один из учителей, он рассказывал нам историю о Иисусе, который исцеляет. О Иисусе, который любит и хочет, чтобы мы жили счастливой жизнью, и он хочет, чтобы мы радовались жизни как полноценные люди. И в конце этого урока учитель предложил помолиться об исцелении. И я тогда, будучи ребенком, я понимал о том, что я имею в своем теле какое-то несоответствие. И я понял, что Иисус, Он может сотворить чудо. В тот момент была произнесена молитва за меня. Молились учителя воскресной школы. И после этого, буквально через неделю после молитвы, которую совершили учителя воскресной школы о моем исцелении, я напросился у учителя физкультуры все-таки участвовать во всем, в чем участвуют дети в моем классе. Он с неохоткой согласился, наблюдая за мной. Но он заметил, и я заметил то, что теперь, каждый раз, когда я совершал какие-то физические нагрузки, что со мной было все хорошо. И те симптомы, которые раньше говорили о том, что я слаб, о том, что я неполноценный, они исчезли. Я начал заниматься активно спортом. И в школе я брал призовые места по бегу, я занимался баскетболом, я занимался футболом. В 16 лет, когда нас послали от военкомата в областную больницу провериться, потому что диагноз, который был написан в моей медицинской карточке, их очень сильно обеспокоил. И мы поехали с моими родителями, и там провели очень глубокое исследование моего сердца и того, что мне написали в медицинской карточке. В последствии исследования мне выдали справку о том, что я полностью здоров. О том, что в моем организме даже нет и следа той болезни, которая написана в медицинской карточке. И когда провели исследование в областной больнице, доктора сказали, что у меня нет никаких симптомов, никаких посредствий от болезни. И они сказали, что я перерос. Глядя на диагноз мой, они не знали одного, что через неделю после молитвы я уже мог активно развиваться, я мог заниматься физическими нагрузками, и уже не было никаких симптомов. Я верю, что это было чудо от Бога. И сегодня я счастливый человек. У меня двое детей, хорошая семья, и я служу Господу в группе прославления. Я верю, что Бог меня исцелил для того, чтобы я жил полноценной жизнью, чтобы я был нормальным человеком, нормальным мужчиной, потому что этот недуг, он заставлял меня чувствовать себя немощным. И сегодня я здоров благодаря Богу, благодаря Церкви Новое Поколение, благодаря нашему пастору, епископу Андрею Георгиевичу Тищенко. Я благодарен моей маме за то, что, несмотря на этот диагноз, она воспитывала меня сильным мужчиной и всегда верила в меня, и молилась обо мне, чтобы Бог сотворил чудо в моей жизни. Я счастлив, потому что Господь однажды, Он прикоснулся ко мне, Он прикоснулся ко мне, и Он исцелил меня от того недуга, который заставлял меня быть неполноценным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok